Замена натурального травяного покрытия ведется по всему периметру поля площадью более 8 тысяч квадратных метров. Старая трава за время эксплуатации износилась, отмечают специалисты. Такое покрытие могло помешать стадиону соответствовать необходимым нормативам и, как следствие, тренировочным процессам. Травяное покрытие за 10 лет, в принципе, пришло в совершенную негодность. Тот набор трав специфичных, которые непосредственно должны отвечать всем требованиям, ассимилировался, можно сказать, с местной растительностью, флорой. Поэтому эксплуатация его очень затруднялась и очень было проблематично для использования и нашей техники, и обслуживания этого стадиона. Обновленное поле покроют специально выращенной травой, свойства которой позволяют увеличить срок эксплуатации и облегчают уход. Работы же на Сочинском стадионе ведутся за счет федеральных средств и завершатся в ноябре. По словам руководства Южного федерального центра спортивной подготовки, сроки для реконструкции стадиона были выбраны таким образом, чтобы рабочий процесс не повлиял на процесс тренировочный. Как известно, Центральный стадион Сочи является местом проведения более 150 спортивных мероприятий различного уровня. А в былые времена здесь играла сборная СССР, в частности, звезды футбола Лев Яшин, Никита Симонян и Евгений Ловчев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!